Почему меня так интересует тема о сверхчеловеке и волнует история о гениальных людях? Может потому, что гении считаются вершиной человеческого развития? И так ли это? Ведь ни для кого не секрет, что многие психиатры ставят диагнозы психического отклонения великим светилам. О том, что гениальность это бред, даруемый богами, говорил еще Платон. Как вы думаете, если люди, которые свершили прорыв, создали сегодняшнюю реальность, такой, какая она есть, и мы в благодарность боремся со всеми, кто обвиняет их в безумстве, в шизофрении, ссылаясь на банальную зависть серой массы. Но ведь они и вправду поставили мир на грани исчезновения. Ну, создав, к примеру, водородную бомбу. Здоровы ли они? И как трактовать гениальность? Был ли гениальным Сократ, подолгу беседующий сам собой в присутствии учеников? Или Циолковский, основатель космонавтики и, по сути дела, отец ракетостроения. Он считал, что необходимо уничтожать больных, коллег, слабоумных, несознательных. Гениальны ли аутисты Эйнштейн и Ньютон? Или композитор Шуман, которого преследовала говорящая мебель? Может, Моцарт, страдавший манией преследования? Он ведь был уверен, что его хотят отравить. Я могу приводить примеры бесконечно. И где здесь правда? Может, в словах Кейна, который писал о себе так. Мое умственное возбуждение скорее результат болезни, чем гениальность. Чтобы хоть немного утешить страдания, я сочинял стихи. Творчество – это болезнь души, подобно как жемчужина есть болезнь моллюск. И получается, что великие люди обладают великими недостатками. На примере Ван Гога это явно прослеживается. Он страдал эпилепсией, опухолью мозга, маниакальной депрессией, психозом, шизофренией, магниевой недостаточностью и многими другими болезнями. Как и безумные гении крайне одинокий. Этот, наверное, дар – плата за все. Хотя, дар ли это или, может, проклятие – как раз об этом и речь. В этом и суть поиска. Увидимся. Продолжение следует...